Уже в эти выходные в городе над Бугом стартовали сельскохозяйственные ярмарки. Здесь все желающие могут найти любой товар по умеренным ценам. Капуста и лук, картофель и морковь заняли на прилавках свои законные места. На первой большой ярмарке в центре города побывало огромное количество покупателей. Многие специально идут в первый день, чтобы прикупить к зимнему столу все необходимое. Больше людей сейчас пробно будет выходить. И может где-то цены будут пониже, может все-таки ассортимент больше, потому что потом уже, я думаю, выберут, уже не будет такого выбора. И всего две ярмарки в центре. Ну а на ярмарке дешевле, чем на рынке. Каждый год затариваетесь на ярмарке? Да, каждый год. Потому что своего хозяйства нету, приходится ходить. Живем неподалеку, поэтому приходим каждый год. Конечно же, здесь несколько ниже цены, чем на рынке. И каждый приходит сюда, чтобы что-то прикупить к зиме, запастись продуктами. Потому что ярмарка все года. Мне очень нравится здесь ярмарка. Я всегда прихожу, покупаю все, что необходимо к зиме. Нынешнее лето немного подпортило урожае сельчан. Сначала обильными дождями, потом засухой. Однако с пробелами в хозяйствах справились, потому и область по показателям находится в лидерах. На сельскохозяйственной ярмарке не обошлось без фруктов, меда и рыбы. В широком ассортименте представлены саженцы деревьев. Все-таки цены немножко ниже, чем на рынке. Вот тут, смотрю, картошку можно купить и за 2 800, и за 3 300. А я недавно брала сеточка по 5000 килограмм. Значит, разница все-таки есть. Лук 3 500. Так что хорошо, ярмарки очень хорошо, что придумали. Потому что человек может отовариваться здесь. Так что... Скажите, каждый год вы приходите на ярмарку? Каждый год. Я картошку закупаю только тут. Торговля будет проходить как в форме больших базаров в выходные дни, так и ежедневно на основных городских точках. А те, кто не попал на первую большую ярмарку, могут не расстраиваться. Подобные мероприятия еще будут радовать брещанных гостей города над Бугом почти до конца октября. Продолжение следует...